Те силы, которые запустили процесс конфликтов, череды революций на Ближнем Востоке, в Африке, они пока не добьются своих результатов или поймут, что результаты их недостижимы, они пытаться будут всячески этот результат достигнуть. В том числе и свергнуть режимы, которые их по каким-либо причинам не устраивают. Будь то Сирия, Ирак или Египет, неважно. То есть люди играют в геополитические шахматы. Для них это всего лишь фигуры. Это всего лишь центры влияния, которые они создают, разрушают и подчиняют в том числе себе. Я считаю, что будет ли мирный процесс этот, который сейчас запущен, более успешно или менее успешно продвигаться. Но американцы и люди из страны, которые стоят за этой страной, в общем-то показали, что у нас есть индульгенция или право использовать и трактовать международное право как угодно. У нас есть теракт 11 сентября, и поэтому мы имеем право под брендом террориста, что мы боремся с терроризмом в любой точке мира, уничтожать, арестовывать, сажать в тюрьмы или свергать режимы. Они показывают всему миру, что мы имеем право, потому что мы сильные. У нас право сильного. В этом смысле в мире тоже нет закона.